Друзья, всем привет! С вами я, Князев Акжол. И сегодня мы будем решать задачи на тему конус. Давайте сначала эту теорию пройдем. Вообще, конус — это то же самое, что и пирамида, но основанием является окружность. Так, точно рисуем так же, как и пирамида. S — это точка, ну, вершина эта. O — это центр окружности. A, B пусть тут будет. В пирамиде у нас был L, называлась апофемой. Тут образующая называется. Высота H, а этот R — это радиус основания. Хорошо? До этого площадь боковой поверхности была 1,2 P основания на L в пирамиде. А периметр основания — это у нас длина основания. А длина основания — это 2PR же. Умножаем на 2PR, умножаем на L, двойки сокращаются, тогда боковая поверхность PRL. Хорошо? Это боковая поверхность. Теперь полная поверхность. К боковой поверхности, к PRL, прибавляем PR в квадрате, потому что основание — PR в квадрате. Объем. В пирамиде была 1,3 S основания H. Значит, тут будет 1,3. Площадь основания. А основание же у нас круг. Значит, PR в квадрате будет. Это площадь окружности на H. Теперь, что еще мы можем сказать? Тут есть осевое сечение. А что такое осевое сечение? Это вот этот треугольник. SAB. SAB является осевым сечением. Вот. Он у нас равнобедренный. Тут тоже L. Значит, углы при основании будут равными. Так же. Теперь мы можем рассказать про усеченный конус. Вот. Вот так. Осевым сечением усеченного конуса является трапеция. Точно так же, где это было с усеченной пирамидой. Вот. Это у нас усеченный конус. Маленький R — это радиус меньшего круга. R — это радиус большей окружности. L — это апофема. H — это высота. Тогда боковая поверхность. Мы писали, что пирл был до этого. Значит, тут R плюс маленький R будет. Умножаем на L. Так. Полная поверхность. Это будет боковая поверхность. Плюс. Ну, то есть, вот это подставляйте вот сюда. Пи большая R в квадрате. То есть, площадь большего основания плюс пи маленький R в квадрате. Объем чумура n. Это 1 третья. Пи H будет. Теперь R квадрат плюс маленький R в квадрате плюс корень большой R умножаем на маленький R. А, тут корня нет, потому что извлекается. S равно 1 в квадрате. Тогда просто большой R умножаем на маленький R. Тут что можем сказать? Мы видим, что осевое сечение является трапецией. Осевым сечением является трапеция вот эта. Он у нас равнобедренный. И тогда давайте уже приступим к решению практической задачи. Тут сказано, что высота конуса равна 5. Вот, высота равна 5. Это конус наш. Вот, сначала треугольник рисуем, потом вот только окружность снизу. На расстоянии 2 от вершины. От вершины на расстоянии 2. Тут проведено сечение. Проведено сечение. Ну, или плоскость еще и можно сказать. Это параллельное основание. Вот это сечение, это параллельное основание. Чему равен объем большего конуса? V большего. Если объем меньшего, вот этот V меньший равен, это вот этот конус, 24. Если помните, мы можем это решить с помощью подобий. Объем большего делим на объем меньшего. В это равно, значит, высота большего беру, потому что я же с большего начал, делим на высоту меньшей, двойку. Ну, так как объем, это возводим в куб. В пирамиде, когда мы решали практически задачи, мы возвели в квадрат. Почему? Потому что там площадь основания давалась, а тут объем уже. Так как объем, мы возводим в куб. Это означает, что VB делим, ну, большего делим на 24, равно 125 на 8. Сокращается. 3V равно, тогда большего, это умножается вот так, 375. И это совпадает с ответом. Следующее. Высота прямоугольного, а, прямого конуса в 4 раза меньше образующей. Вот у нас прямой конус. Высота в 4 раза меньше. Если это h будет, то тут 4h. Видите, образующая в 4 раза больше. Дальше, что еще мы можем сказать? Основание. Здесь основание 3 корень 15. Значит, тут мы можем сформировать теремы пифагора. Вот это в квадрате, 16h в квадрате, равно вот это в квадрате, плюс вот это в квадрате, 9 на 15. Тогда 15h в квадрате равно 9 на 15. h в квадрате равно 9, h равно 3. Тогда мы можем найти объем конуса, потому что объем конуса это 1 третье πr в квадрате на h. Значит, 1 третье π радиус возводим в квадрат, 9 на 15 и умножаем на высоту. Высота тройка будет. Тогда выйдет 135π. 135π. И это совпадает с ответом. Следующий. Образующая десятка. Вот конус опять. Образующая десятка тут. еще что сказано. Высота 8. Надо найти объем. Объем это 1 третье. πr квадрат h. Мы высоту знаем. Тогда вот этот катет будет 6 равен. Ну, потеряем эпифагора, либо эпифагору тройцы. Тогда 1 третье умножаем на π, умножаем на радиус в квадрате. Вот это. И на высоту умножаем. На 8. Выходит 96π. Соответственно, совпадает. Следующее. Надо найти площадь боковой поверхности, то есть боковая поверхность, это перл. Если высота равна 4, величина угла при вершине осевого сечения, осевого сечения, это треугольник будет. ABS. Помните этот? Осевое сечение, это треугольник будет. ABS треугольник. Равно 90. Это прямой угол, оказывается. Это же равнобедренный. Что еще мы можем тут определить? Так как это равнобедренное, высота, опущенная с вершины, является еще и писектрисой. Тут 45 будет тогда. Тогда тут тоже 45. Хорошо? Если тут 4, тут тоже 4. Тогда тут 4 с подкорень 2 будет. Все, мы все нашли. Тогда π умножаю на 4 и умножаю на 4 с подкорень 2. 16 корень 2π. С ответом совпало. Периметр осевого сечения. Вот осевое сечение. Этот треугольник наш равнобедренный. А, B. Пусть тут будет S. Это O. Давайте его поближе поставим. Тут O будет. Теперь периметр ABS равен до 4. Надо найти площадь полной поверхности. ПП. Это PRL плюс PR в квадрате. Так же. Значит, величина угла, величина угла, наклон образующая. Образующая составляет с основанием угла 60. Значит, тут 30, тут 90, тут тоже 60. Значит, вот этот угол тоже 60 будет. Тут тоже 30. Тогда это 2R же. Почему? Потому что основание 2R же наше. Это тоже 2R будет. Тогда периметр это на 3 умножаем 2R. То есть, сторону умножили на 2. А, на 3 умножили. Тогда 6R равно 2, 4. R равно 4. Тогда L равен 4 на 2, 8 выйдет. Все, подставляем. Вот тут продолжаем. P умножаю на 4, умножаю на L, это 8, плюс P умножаю на 16. Выходит тогда 48P. Все совпало. Следующее. Площадь осевого сечения равна 32. Осевого сечения 32 равен вот так. Вот так. Это S, это A и B. Это центр O. Хорошо? Так. Величина угла между высотой и образующей, между высотой вот этот S, O и образующей, тут 45. Видите? Между высотой и образующей. Надо найти площадь полной поверхности SPP. Еще раз напишем. PRL плюс PR в квадрате. Если тут 45, то тоже 45 будет. А площадь осевого сечения это будет тогда, если тут 45, значит, если тут R, то высота тоже R будет. Значит, как нашли площадь ABS? ABS это равно 1,2. Основание 2R же, 2R, умножаем на высоту. Высота R. это равно 32. Тогда R квадрат равен 32. R равен 4 под корнем 2. 16 на 2. Сюда подставляем. Если R, R, это будет R корень из 2. Это образующая, кстати. Тогда образующая равно 4 на 2, 8 будет. Ну, корень из 2 на корень из 2, двойку дает. π умножаем на 4 корень из 2, умножаем на 8, плюс π на 4 в квадрате 16, на 2. Умножаем. Тогда выйдет 32π корень из 2 плюс 32π. Они вынесли 32π. Со скобки вынесли. Корень из 2 плюс 1. И это совпадает с ответом. Тут сказано, что объем конуса 9 корень из 3π. Объем это же у нас 1,3 πr в квадрате аша. Тогда π можно сократить. Надо найти высоту. Вот эту высоту надо найти. Если у вас осевое сечение равносторонний треугольник. Вот это осевое сечение является равносторонним. То есть везде 2r. Основание r, r будет тогда. Тут тоже 2r. Вот этот конус наш. Хорошо? Тогда высота чем равен? Если тут два раза больше, тут угол 30 будет, тогда тут угол 60. потому что в 2 раза больше гипотенуза. Тогда h r корень из 3. Значит отсюда я могу найти r я могу найти. r это равно h на корень из 3. И могу вот сюда подставить. Тогда смотрите 9 корень из 3 равно 1 третье. Вот это возводим в квадрат. h квадрат на 3 умножаем на h. h в кубе равен h в кубе. корень из 3. Хорошо? h равен чему? 81 это 3 в 4 степени. Это 3 в степени 1 1 вторая. h в кубе это 1 вторая. тогда h равен 3 в степени 9 вторых. Ну h в кубе точнее. Что обезвается от куба делим все на 3 делим. На 3 делим тут тоже. Тогда 3 в степени 3 вторых. А это будет 3 с под корень 3. Совпадает. Объем равен 16π высота имеет длину 3. Надо найти боковую поверхность. Боковая поверхность это будет prl. Значит я должен найти радиус и l должен найти. Смотрите. Если дается объем, давайте сначала раскроем его в формулу. 16π это объем же 1 третье. pr в квадрате умножаем на h. Вместо h тройку подставляю. Тогда π сокращаются. Тройки тоже. Тогда r равен 4. Потому что 16 под корнем будет. 4 высота 3. Значит образующая 5 будет потерями пифагора. Тогда все. Мы все нашли. Тогда π умножаем на 4 умножаем на 5. 4 на 5 20π будет. Соответственно совпадает. Следующее. Боковая поверхность равен 36π. Это у нас prl. Образующая конуса в 3 раза больше радиуса. Значит l равен 3r. Это что означает? Вместо l я могу вот это подставить. Тогда это будет π умножаем на r умножаем на 3r. Это равно 36π еще. π можно сократить. Это можно тоже сократить. Выйдет 12, да? Тогда r в квадрате равно 12. Тогда r равен 2 из-под корня 3. Смотрите, наш конус вот. Радиус 2 из-под корня 3. еще тогда l равен 2 на 3 умножаем 6 корень 3. Тут 6 корень 3. Значит, чтобы найти объем, смотрите, нас просят найти объем. Это 1 3 pr в квадрате h же. Радиус известный. Надо высоту найти. Как найти высоту? С помощью пифагора h квадрат равен вот это в квадрате минус катет в квадрате 4 на 3. h квадрат равен тогда 32 на 3 тогда h равен 4 корень 6. Потому что 32 это же 2 на 16. Тут от 16 извлекается четверка 2 и 3 шестерка дает. Сюда подставляем 1 3 π радиус возводим в квадрат 2 в квадрате 4 на 3 умножаем на высоту 4 из-под корня 6. Тогда тройки сокращаются 16 корень 6 π соответственно совпадает. Следующее высота и образующая высота на образующую 12 к 13 надо определить полную поверхность SPP это p rl плюс p r в квадрате значит радиус и образующая надо найти. Если его объем объем это 800π а это чему равен? 1 3 pr в квадрате h p сокращаются потом тогда у нас смотрите высота 12x образующая 13x тогда радиус 5x выйдет. Хорошо? Мы можем их сюда подставить тогда 800 умножаем на 3 равен разницу возводим в квадрат 5x в квадрате 25x в квадрате а как 5x вышел? Это вот это в квадрате минус вот это в квадрате ну пифагор умножаем на на высоту высота 12x тогда 25x в кубе равен 12 и вот это сокращается 4 4 с этим 200 будет равно 200 x в кубе равен 8 x равен 2 я x нашел тогда радиус будет 2 на 5 10 образующая будет 26 тогда полную поверхность можно найти это пи умножаем на радиус это десятка и на образующую умножаем 26 плюс пи умножаем на радиус в квадрате 100 тогда выйдет 360 пи соответственно совпадает следующее осевое сечение равнобедренный треугольник с углом 120 ну угол тупой у нас вот тут 120 это л л а это у нас основание вот это ну окружность равнобедренный треугольник и равными сторонами по 16 16 надо найти площадь полной поверхности опускаем высоту потому что в площади полной поверхности там радиус имеется это давайте напишем полная поверхность это равно пи р л плюс пи р в квадрате то есть л известно надо найти радиус 120 делится пополам 60 почему делится пополам потому что это равнобедренный а угол а угол да а высота опущенная с вершины это будет еще и бисектрисы и медианы а тут 30 на профи 30 тогда будет тут восьмерка на профи 60 тогда 8 корень из 3 тогда радиус тоже нашел это равно пи умножаем на 8 корень из 3 это радиус умножаем на 16 это образующее плюс пи и радиус в азоне в квадрат 64 на 3 тогда выйдет 128 корень из 3 пи плюс 192 пи равно 64 пи можно вынести тогда 2 из под корень 3 плюс 3 остается с ответом совпадает высота конуса равна 4 радиус основания 3 3 еще этот основание окружность боковая поверхность развернута на плоскость кстати в теории я вам не говорил насчет развертки разверткой конуса является сектор запомните это сектор то есть когда-то это был окружность ну это часть окружности сектор надо найти угол вот этот альфа центральный угол сектора надо найти а этот длина дуги и является длиной основания это 2 пи 2 пи это длина основания 2 пи умножаем на 3 тогда 6 пи значит вот это равно 6 пи хорошо потому что мы эти образующие склеиваем образующие это радиус окружности которая была ранее если высота 4 3 то радиус 5 же л равен 5 тогда вот это образующие является радиусом сектора тогда мы можем поставить форму дуги форма дуги это альфа умножен на r вместо дуги я подставляю 6 пи это длина дуги альфа умножаю на радиус на 5 тогда 6 пи на 5 пи это 180 посчитать можно 216 градусов получится высота конуса 15 объем 320 вот это наш конус объем 320 это означает что 1 3 пи умножаем на h пи можно сократить высоту можно подставить 320 умножаем на 3 равен r квадрата умножен на 15 r квадрат равен 64 r равен 8 тут восьмерка тогда образующие можно найти тогда l квадрат это вот это в квадрате плюс вот этот катет в квадрате выйдет 289 l равен 17 значит образующие 17 теперь чтобы найти полную поверхность мы пи р л к пи р л складываем пи в квадрате это равно чему пи умножаем на радиус восьмерка l 17 плюс пи умножаем на радиус в квадрате 64 это равно 200 пи совпало с ответом следующее так соотношение высоты к образующей это 35 на 37 боковая поверхность с боковой поверхности это 444 пи а это равно кстати пи р л надо найти объем это 1 3 пи р в квадрате умножен на аше пи можно сократить теперь смотрите вот наш конус вот наш конус высота 35 х тут а это 37 х хорошо и что мы можем тут определить это радиус пусть будет тогда мы можем вот это раскрыть а я могу найти радиус r квадрате равно 37 х в квадрате минус 35 х в квадрате тогда r квадрат равен 144 х в квадрате r равен 12 х 12 х значит мы можем это раскрыть смотрите 444 равно вместо радиуса 12х подставляем умножаем на l это 37х тогда х в квадрате равно 1 х равен 1 тогда образующее 37 на 1 37 35 и 12 получится теперь мы можем найти объем это будет 1 3 пи r в квадрате 144 умножаем на 35 тогда выходит 1680 пи с ответом совпадает следующее высота конуса 12 высота конуса 12 периметр осевого сечения это а и б периметр а б с равен 36 надо найти объем это 1 3 pr в квадрате h значит не надо найти радиус теперь что мы можем еще сделать мы можем этот 36 раскрыть кстати это же у нас l lg и r основание 2r будет ну это конус если что основание 2r удвоены 2r плюс l плюс l дает нам 2l можно сократить 8 а нет до 18 остается двойку тоже можно вынести r плюс l равен 18 r плюс l равен 9 тогда l равен равен чему l равен теорему пифагора пифагора то есть 18 минус r в квадрате равен r в квадрате плюс 12 в квадрате можем раскрыть это 324 минус 36 r плюс r в квадрате равен r квадрат плюс 12 в квадрате 144 будет сокращаются 36 r равен 180 r равен 5 радиус нашел подставляем сюда 1 2 pi радиус в квадрате 25 умножаем на высоту 12 сокращаются четверка тогда 100 pi сказано что боковая поверхность конуса вдвое больше боковая поверхность вдвое больше площади основания теперь боковая поверхность это же p r l равно 2 r в квадрате pi можно сократить радиус можно сократить тогда l это 2r это означает что осевое сечение является правильным треугольником тут же тоже 2r тут же основание справа r и слева r в сумме дает нам 2r надо найти угол при развертке боковой поверхности конуса развертка боковой поверхности развертка является вот сектор надо вот этот угол найти вот это образующее является радиусом так же а длина дуги мы говорили что это 2pr 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 теперь 2pr равен это дуга помните мы такое решали это альфа умножен на радиус альфа умножен вместо радиуса 2r подставляем дуги сокращаются радиусы тоже альфа равно pi а pi это и есть 180 в этой задаче говорится что угол между высотой и образующей тут тридцатка это наш конус если что вот наш конус тогда тут 60 образующие 12 тогда напротив шестерка а напротив 60 будет 6 корень 3 тогда мы можем найти объем это 1 3 пи r квадрат на h это будет 1 3 пи 6 в квадрате это 6 умножаем на 6 корень 3 тогда выйдет сокращаются 2 72 корень 3 пи соответственно совпадает следующее радиус кругового сектора значит это развертка 6 равен а его угол тут 30 сектор сёрнут коническую поверхность надо найти площадь основания потом из него сделали конус надо найти площадь основания вот этот маленький рнатанить надо найти длину дуги сперва дуга равно чему это альфа на r 30 это будет пи на пи на 6 пи на 6 умножаем на на 6 тогда пи а вот этот пи это же 2 пи еще почему потому что эта длина дуги потом будет длиной окружности равно 2 пи от сюда мы можем найти что радиус это 6 на 2 а нет единица 1 на 2 1 вторая будет 1 вторая площадь основания 1 в квадрате это равно пи умножаем на радиус в квадрате 1 четвертая пи на 4 будет тогда следующая 20 задача радиус основания 12 образующая 40 потом что говорится надо найти угол развертки значит это развертка вот чтобы его найти сначала надо знать длину дуги 2 пи 2 пи 2 пи тогда будет 2 пи умножаем на 12 тогда 2 4 пи будет а этот л образующая является радиусом 40 вот этот угол надо найти тогда 24 пи равно альфа умножим на радиус 40 это длина дуги вообще-то тогда альфа равно 24 пи на 40 вместо пи подставляем 180 вычисляется 108 тогда соответственно совпадает следующее радиус основания конуса вот наш конус 1 на корень из 3 между образующей и плоскостью основания вот этот угол надо бросить вот образующие и плоскостью основания вот что боковая поверхность с боковая поверхность равна была пи на корень из 3 а боковая поверхность это пи рл же пи можно сократить вместо r подставляем 1 на корень из 3 умноженное л тогда л равен одному сокращается это равно одному как вычислить угол соотношение прилежащего кипотенузу кипотенуза единиц дает нам косинус угла тогда корень из 3 вниз опускается альфа равно аркосинус 1 на корень из 3 совпало следующее надо найти угол между образующей и высотой вот этот угол надо найти если радиус основания 3 объем пи объем это 1 третья пи радиус возводим в квадрат и h также тогда сокращается 3 h равен 1 третьей это 1 третья соотношение противолежащего катета к прилежащему дает нам тангенс угла тогда девятка альфа равно арктангенс 9 тоже совпало радиус основания усеченного конуса пятерка и 11 смотрите вот конус чуть поменьше основания радиус основания пятерка вот проведем ось тут 11 а тут пятерка радиус образующая десятка площадь надо найти осевое сечение осевым сечением является трапеция нам надо найти площадь этой трапеции для этого давайте тут отдельно нарисую половину его пятерка тут тут 11 тут десятка если трапеция опускаем две высоты я только половину нарисовал если что тогда тут шестерка будет по пифагору тут восьмерка будет потому что 10 в квадрате минус 6 в квадрате равно 64 а из него выходит восьмерка значит высота восьмерки равен а основание чему равен 22 потому что 11 это тоже 11 это основание 10 тогда s равно 10 плюс 22 деленное на 2 умноженное на высоту на 8 тогда выйдет 128 следующее надо найти площадь полной поверхности осеченного конуса если радиус его основания 3 и 5 давайте только трапецию нарисую это осевое сечение радиус 3 вот и 5 образующая десятка опускаю вторую высоту тоже 3 тогда тут 2 а высота а тут высоты не надо потому что полная поверхность это у нас p r плюс r l плюс p большая в квадрате плюс p маленькая в квадрате тогда p радиусы складываем 8 будет на образующую умножаем десятка плюс p 25 плюс p 3 в квадрате 9 это будет тогда 80p плюс 25p плюс 9 9p 114 выйдет все с ответом совпало так радиус основания усеченного конуса единица и девятка вот наш усеченный конус радиус единица а этот радиус девятка образующая десятка объем при нахождении объема 1 3 p h надо найти сначала r квадрат плюс маленький r в квадрате плюс r надо найти высоту опускаем вторую высоту тогда единица восьмерка значит тут шестерка будет 10 в квадрате минус 8 в квадрате тысячу тогда сюда подставляем 1 3 пи умножая на высоту это шестерка и тут вот это в квадрате 81 плюс вот это в квадрате единица плюс 9 на 1 9 будет сокращаются двойка остается 182 пи совпадает с ответом следующее надо найти площадь полной поверхности усеченного конуса если он образован вращением прямоугольной трапеции вокруг меньшей стороны смотрите до этого была вот такая прямоугольная трапеция основания 13 и 18 его вращали вокруг меньшей стороны вот 12 вокруг него вращали вот так его закрепили этот ось и вращали тогда получили усеченный конус видите надо найти площадь полной поверхности это SPP равен P R плюс R L плюс PR квадрат плюс P маленький R в квадрате значит образующий надо найти опускаю вторую высоту тут тоже 13 18 13 тут пятерка 5 в квадрате плюс 12 в квадрате выйдет 169 13 выйдет тут тогда радиусы складываем вот это плюс вот это 31 на 13 плюс P 18 в квадрате 324 на 13 в квадрате 169 и в сумме это все дает нам 896 все правильно совпало следующее образующее усеченного конуса равно 8 вот восьмерка образующая и наклонена к плоскости основания вот под углом 60 вот образующая наклонена диагональ осевого сечения делит этот угол пополам вот тут по 30 будет тогда 30 60 значит тут 90 надо найти полную поверхность PP еще раз напишем формулу R плюс R L плюс P большой R в квадрате плюс P маленький R в квадрате равно смотрите напротив 30 лежит восьмерка значит вот эта сторона равна 16 хорошо тогда опускаю тоже высоту тут тогда 30 напротив 30 тогда четверка будет тут я нашел 4 значит и справа тоже 4 будет от 16 отнимаем 4 и 4 8 отнимаем тогда это восьмерка значит основание верхнее основание восьмерка а значит маленький R равно 4 потому что мы же ось проводим еще а большой R равен 8 все подставляем теперь их складываем тут 12 умножаем на 8 на L плюс P 64 плюс P 16 4 в квадрате тогда выйдет 176P с ответом совпало основание усеченного конуса относится как 5 к 3 значит сверху 3x снизу вот это все опять x будет образующая 17 высота 15 опускаю вторую тут тоже 3x тогда тут 2x остается тут 15 тогда Пифагор 17 в квадрате равно 15 в квадрате плюс 4x в квадрате ну слева вот Пифагор же будет прямоугольный треугольник тогда 4x в квадрате равно это 289 если что а это 225 их вычитаем 64 x в квадрате равно 16 x равно 4 тогда вот это будет двадцатка а это 4 на 3 12 совпало с ответом следующее радиусы основания усеченного конуса равны 11 и 27 образующие образующие относится к высоте L на H 17 на 15 значит вот это 17x а вот эта высота 15x тут тоже 11 тогда тут будет 16 тут можем Пифагор составить вот это в квадрате равно 15x в квадрате плюс 16 в квадрате 289x в квадрате равно 225x в квадрате плюс 256 это 16 в квадрате 64x в квадрате равно 256 x в квадрате равно 4 x равно 2 тогда образующая будет 34 а высота 15 на 2 будет 30 найдите площадь осевого сечения значит надо найти площадь этой трапеции а при нахождении площади трапеции мы основание учитываем тогда тут 22 а тут 27 на 2 54 будет s равно a плюс b на 2 умноженное на h это площадь трапеции 22 складываем 54 делим на 2 умножаем на высоту 30 тогда получается тут 15 1140 совпало с ответом следующее надо найти объем усеченного конуса значит только давайте трапецию нарисуем так ну ладно я могу убрать еще да радиус основания единица а тут тройка образующая наклонена под углом 60 значит тут тоже единица 3 минус 1 тут двойка тут 30 будет высота аж напротив 32 значит образующая будет 4 а высота 2 корень из 3 тогда мы можем все найти 1 3 пи h большой р в квадрате плюс маленький р в квадрате плюс r r это ровно чему 1 3 пи умножаем на высоту 2 корень из 3 вот это воззвоним в квадрат 9 плюс маленький р единица плюс 9 а нет плюс 3 3 на 1 3 же тогда у нас выйдет 1 3 пи 2 корень из 3 10 13 тогда так 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 26 пи корень из 3 на 3 а в ответе просто надо избавиться от рационала при избавлении от рационала получим наш ответ совпало следующая средняя линия осевого сечения усеченного конуса средняя линия помните nk была в трапеции равна 11 значит nk равен 11 это же у нас вот это основание помните у нас так как конус радиусы же имеется тогда вот это верхнее основание 2r нижнее 2 большой r делим на 2 основание складываем и делим на 2 тогда r плюс большой r равен 11 разность большой r минус маленький r равен 3 а мы можем их складывать создать как бы систему 2r равно 14 r равно 7 а маленький r равен сюда подставляем тогда 4 будет надо найти объем чтобы найти объем я должен знать высоту а высота дается восьмерка круто тогда сразу можно найти 1 3 пи h вместо h восьмерку подставляем вот это высота дается в квадрат 49 плюс 4 в квадрате 16 7 на 4 28 равно 248 пи с ответом совпало следующее в высеченном конусе диагональ осевого сечения так диагональ осевого сечения вот осевого сечения это это трапеция 17 высота 15 значит потеря пифагора c h можно найти это будет 17 в квадрате минус 15 в квадрате 8 равен потом проекция образующая на плоскость основания 2 равен вот этому двойку будет тут надо найти объем объем это будет 1 3 пи h теперь большой р в квадрате плюс маленький р в квадрате плюс r высоту знаем радиус мы можем найти это будет 10 значит радиус равен 5 потому что тут же 2 r слева тоже двойка будет тогда от 10 отнимаю 2 и отнимаю 2 6 тут 6 значит маленький р равен 3 все мы можем подставить 1 3 пи объем находим вместо h 15 умножаем на 5 в квадрате 25 плюс вот это в квадрате 9 плюс 3 на 5 15 сокращаются 5 это дает 245 пи о на этом задача закончена друзья всем спасибо за внимание с вами был я кжолкнязев и я вам желаю всего хорошего чтобы вы достигали новых высот чтобы вы никогда не уставали и были здоровыми чтобы вы набрали прям самые самые высокие баллы на энт если честно то 135 плюс баллов и поступили на грант конечно же все с вами был я Акжол и всем пока субтитры Продолжение следует...